МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теневая секс-империя по-прежнему процветает в России. Подпольные публичные дома, сауны, придорожные гостиницы, вокзалы, центральные проспекты городов уже давно находятся под контролем лидеров преступных сообществ. Интим-конторки щедро делятся своими доходами с покровителями из ОПС и правоохранительных органов. Хозяева сомнительных фирм вербуют молодых девушек и обещают им золотые горы. Те, кто соглашаются, навсегда становятся секс-рабынями. Владельцы притонов называют проституток живым товаром. Не всем пленницам удается вырваться на свободу. В Брянске семейная пара сутенеров расправилась с тремя девушками только за то, что они отказались выполнить их приказы. Кто и как попадает в сутенерские сети? Почему с теневым бизнесом до сих пор не покончено? Мы взялись за это дело, провели свое собственное расследование. Это будет честный детектив. Вместе со мной расследование ведет журналист Маргарита Королева. Брянская интим-контора «Карина» принимала на работу только красивых и стройных девушек. Хозяйка фирмы Валентина Карташова лично проводила отбор, а также тщательно изучала биографию каждой из кандидаток. С наркоманками, алкоголичками и воровками не связывалась. Брала на интим-службу только проверенных барышень с медицинскими справками. Проблемы ей были не нужны, ведь среди клиентов могли оказаться влиятельные люди. О первых шагах своей теневой деятельности создательница фирмы «Карина» рассказала нашей съемочной группе. Сначала, наверное, человека три было. Потом стало больше. Девушки по вызову имеют свойство переходить из одной, называлась это тогда контора, в другую. Но их есть подвиды, разновидности. И в Брянске, и в любом другом фактически городе. В городе фактически. Есть гостиничные, которые стоят на месте. Есть на точке стоят, на кольцах, на кольцах, я не знаю, на крупных этих точках. Есть на выезды. Есть конкретно по сауну кто-то. Мы относились к тем, кто ездил на выезды. У Валентины Карташовой были надежные подчиненные. Ее муж Сергей, он же водитель, и друг семьи Вячеслав Морозов. Они вместе трудились в секс-индустрии и вместе же отдыхали. Сергей Карташов выполнял особые поручения бизнес-супруги. Развозил сотрудниц под рисам, постоянных клиентов и собирал выручку. Некоторые получали 50%, некоторые получали 60%, а мы себе оставляли 40%. По словам хозяйки интим-конторы, цены на секс-услуги в провинции не слишком высоки. Так, например, в брянский час любви за деньги обходился клиенту в сумму от 700 до 1000 рублей. Сейчас, правда, тарифы уже выросли. Также зарплата проститутки зависела и от ее внешних данных и возраста. Дороже всех стоили несовершеннолетние девочки, за них давали от 2000 и более. Многие сотрудницы фирмы «Карина» тщательно скрывали от родственников, где, с кем и за сколько они провели ночь. У меня не было этого. У меня было одно железное условие – не пить. Бывали случаи, что бывают мужчины такие, когда нужен кто-то, чтобы с ним выпить. На фирму Валентины Карташовой трудилась целая армия внештатных брянских агентов. Они раздавали визитки с телефонами интим-конторы и рекламировали проституток. Среди помощников Карташовой были таксисты, работники гостиниц, саун, ночных клубов. С вечера четверга в фирме «Карина» начиналась горячая пора для тружениц теневой секс-индустрии. Порой желающих поразвлечься было столько, что штатных проституток не хватало. И тогда Карташову приходилось обращаться за помощью конкурентам с просьбой прислать ей хороших девочек, чтобы помочь ей обслужить постоянных вип-клиентов. Ведь если всем позвонившим в контору любвеобильным мужчинам отказать в услугах, они сразу переметнутся к другим сутенёрам. Супруг Карташовой порой сутками не влезал из-за руля. Например, раз заказ, и пошли уже девчонки, готовы-готовы звонят. Едешь, одну по дороге где-нибудь закинул, другую по дороге где-нибудь закинул. А потом так же собираешь. В Брянске этих организаций около 15 штук. Как удалось выяснить сотрудникам Брянского областного УВД, у Валентины Карташовой на рынке интимных услуг была давняя конкурентка, хозяйка фирмы «Аэлита» Кристина Новикова. И Карташова, и Новикова охотились за дорогостоящими проститутками и находились в постоянном конфликте. Позже он перерос в настоящую войну. Но для сравнения, кстати, Новикову, если брать, у нее было первые три часа зарплата по-моему, только по 100 рублей. Это называла она рекламой. На рекламу и на крышу она их так называла. А остальное она вот 40% платила. Но у них были еще субботники какие-то. Я пора сказал, что те девки, которые от нее уходили сами. Плюс ко всему, насколько я знаю, она не снабжала их в детстве и защите. Между сутенерами те же взаимоотношения, что между предпринимателями. Конкуренция, зависть, желание повредить партнера по бизнесу, отобрать бизнес, убить конкурента. Вот все то же самое. Набрав кредитов, хозяйка интим-контора Валентина Карташова перестала платить за работу друженицам теневого бизнеса. Все доходы шли на выплату процентов банку. В итоге одни проститутки отказались выходить в ночь и обслуживать клиентов, другие же просто уволились. Бывшие подчиненные Карташовой пришли конкурентки хозяйки фирмы «Аэлита» Кристине Новиковой. Соперничество, по-любому соперничество. Не то, что я слышала, но соперничество. Это с кем-то просто можно сотрудничать с тенером, а с кем-то нет. Это все просто. А Карташовы достаточно были жестокие люди. Оставшись без сотрудниц, Валентина Карташова затаила обиду и решила хорошенько проучить сбежавших от нее секс-работниц, а также конкурентку Новикову. Карташова поручила своему супругу Сергею разобраться с обидчицами. Инструкции были следующие. Стукнили по макушке этим девочкам, что Новикова за них не заступится, но они испугаются, убегут от нее. Потом мне предложили тоже там стрельнуть на машине Новиковой, что якобы вот у нее там все будет опасно, а я потом с девчонками поговорю, то есть у нас все будет безопасно. Супруг Валентины Карташовой четко выполнил все указания. Сергей приобрел ружье, нашел патроны. Предпринимательницу Новику он сам заманил в ловушку. Я позвонил Новиковой на телефон и сказал, что приезжали на дачу в поселок Снежицкий. А там, чтобы до дачи доехать, там надо через лес приезжать. Дело ночью было, я в лесу в кустах засел, стрельнул по машине просто и все. Стрелял шляпками от гвоздей обрубленными. Они все попали в салон. Чудом получилось, что только одна из них попала в ногу Тарасову, водителю. Остальные все остались в салоне, но никому вред не причинили. После этого сразу же послала Карташова смс на телефон Новиковой о том, чтобы она поняла, от кого это было и в связи чем это все было. Отомстив своей конкурентке по теневому бизнесу Валентина Карташова решила расправиться с предательницей проституткой Надеждой Лагутой. Девушка не выполнила приказ бывшей хозяйки, ушла из фирмы и стала обслуживать клиентов самостоятельно. Ну, сеньора там все знают почти. Ну, где-то там стали слухи доходить, что, мол, Лагута говорит, что Валентина нехороший человек, ну, так он понял. что я, мол, еще покажу им, ей. Ну, и тут Валентина вообще заклинила, говорит, кто она такая, как она смеет, давайте ее валить. По утвержденному плану Карташовой, друг семьи Вячеслав Морозов отыскал в городе Надежду Лагуту и на такси отвез ее в лес. Остановились, распахнулась дверь, Сергей стоял с газовым пистолетом в руке, сказал ей выходи. Посадил к себе в машину, слабо уехал с таксиста. Ну, что дальше? Я подождал, пока подстемнело чуть-чуть. Сказал Лагуту, что будешь в лесу в знак наказания за свою болтливость. Вот. Ну, выбирайся сама, как хочешь. Завел в лес и выстрелил в голову. В какую часть тела вообще стреляли? В голову. В голову. Ну, я полагаю, что расстояние, с которой я стрелял, наверное, РНК не пошло. После того, как вы произвели выстрел, Лагута упала или продолжила сидеть? Нет, она упала и осталась лежать. Упала на живот или? Упала вперед, как сидела на парточках, упала вперед, на бок. А после этого светило, мы что сделали? После этого я выкопал яму, положил туда тело. В развале своей интим-корпорации Валентина Карташова винила не только бывших подчиненных, конкурентку Кристину Новикову, но и других участников брянского теневого бизнеса. Люди, которые занимаются сутенерством, это очень расчетливые, очень жестокие предприниматели. Проституция и один из самых доходных бизнесов криминального толка. Доходы сутенера в процентах превышают доходы наркодельцов. До 300 процентов зарабатывает сутенер с каждой поставленной девочкой. Как утверждают оперативники, Валентина Карташова не остановилась и выбрала новые жертвы. Ее мишенью стали Жанна Лукина и Елена Башко. Женщины активно участвовали в теневом бизнесе. По словам бывшей хозяйки интим конторки, Лукина должна была ей 15 тысяч рублей, а отдавать не спешила. Тогда друг семьи Карташова Вячеслав Морозов заманил Жанну и Елену в ловушку. Я достал газовый баллончик и девушкам брызнул в лицо. Сначала Жанне, потом второй девушке. Когда я немного повернул голову в сторону, я заметил, что Жанна бежит по этой улице по направлению к своей машине. Я уже видел, что догнать я ее не смогу. В этот момент я заметил, как из переулка выбежал Сергей на перерез Жанне. Догнал ее, схватил за руку. Потом видел, как он похоже, что скотчем связывал ей руки. Заложниц отвезли в заброшенную деревню. Держали несколько дней в подвале. Их по очереди охраняли Морозов и Карташов. Волокиной были связи там, друзья, хорошие, знакомые, которые могли много неприятностей достать. Это не просто было решение забрать все, что есть у нее с собой. А саму уже убить. Помощник и друг семьи Карташовых Вячеслав Морозов уехал в Брянск. О том, что случилось с заложницами, знают только Валентина и Сергей Карташовы. Я остался с Лукиной из Башко, там на дачу день просидели. Валентина ко мне уехала. А вечером приехала, потом уже ночью дождались, не в лес застреливали в лес. Вот мы здесь остановились. Я произвел выстрел. Вот он опустился на корточки. Я опустил пол, продел еще на пустыне. Засыпал яму песком туда вверх. На супругов душегубов брянские сыщики вышли сразу после того, как родственники двух пропавших девушек забили тревогу. Городские сутенеры рассказали милиционерам, кто может быть причастен к исчезновению Елены Башко и Жанны Лукиной. Незадолго до этого у Карташовой Валентины с Лукиной Жанной был конфликт. Проверив распечатку телефонных переговоров, мы поняли, что перед тем, как она исчезла, Валентина звонила ей на телефон, и они о чем-то общались. Было принято решение провести обыск по месту проживания Карташовой Валентины. В ходе обыска было обнаружено телефоны, принадлежащие девочкам пропавшим. Валентина пояснила, что все эти вещи принес ее муж незадолго до этого. Опергруппа выехала на задержание, он находился в гараже, где его задержали. Бывшая хозяйка интим конторы Валентина Карташова во всех своих бедах винит только мужа Сергея. В ее словах она не приказывала супругу стрелять в конкурентку по криминальному бизнесу и в своих бывших сотрудниц. Да и вообще ее муж Сергей очень скрытный человек и что у него было на уме она не знает. Еще неизвестно сколько там трупов. Понимаете? Если я половину ничего не знаю этого, а если у него еще есть? О чем я не знаю? А Морозов может быть знает. Опять меня подтянут? Скажут это Карташова? Вот это понятие, что я алчная или настолько же дна была до денег это бред полный бред потому что я этих денег не видела если бы я видела бы они где-нибудь были бы закопаны понимаете? Или у меня родители бы жили бы и мои дети как цари. На допросах близкий друг и сообщник супругов Карташовых Вячеслав Морозов заявил, что организатором убийств была все-таки Валентина Карташова. Это она отправила на тот свет Надежду Лагуту Елену Башко и Жану Лукину. И только владелица фирмы Аэлита Кристина Новикова чудом не пострадала от пуль Сергея Карташова. Я не знаю, что должен был услышать Сергей или что нужно было ему сказать, чтобы он мог пойти на такой шаг. Для меня очевидно, что генератором всех этих идей была Валентина вся инициатива весь психологический прессинг на Сергея исходил только от нее. Валентина Карташова закончила даже курсы психологические в Москве для того, чтобы мочь воздействовать на людей. Как сказал на показаниях ее муж Карташов, сказал, что если бы она сказала мне убить Пол Брянска, я бы это сделал. На тот момент, да, считал, что для любимого человека нужно все сделать. Ну, вообще все. на судебном процессе бывшая хозяйка брянской интимконторы Валентина Карташова вела себя нагло и цинично, хамила свидетелям и родственникам потерпевших. Сутенерша почему-то считала, что присяжные ее пожалеют и оправдают, а под суд пойдут ее компаньоны по криминальному бизнесу. Но суд вынес другое решение и отправил за решетку всех троих. Вячеслава Морозова с сообщника супругов убийц приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Валентину Карташову к 22 годам колонии, а ее мужа Сергея исполнителя убийств осудили на 25 лет. В городе Камышине Волгоградской области несколько лет действовала организованная преступная группировка, которой руководили местные авторитеты Наиль Хаиров и Владимир Давыдов. Им удалось взять под свой контроль весь теневой рынок интимуслуг. Под их четким руководством были созданы два агентства «Нимфа» и «Лилия». Во главе они поставили своих людей. Контору «Нимфа» возглавил Александр Колчин, а Лилию Яна Гуричева. Я уже туда пришла, там уже все организовано было, как это можно назвать, старший, сутенерший. То есть мои обязанности входили, я следила за девочками, за их, как они там одеваются, как они выглядят, то есть могла их в парикмахерскую там отвезти. Я занималась объявлениями в легком дне, я делала визитки, вот, что еще, ну, деньги собирала, зарплату выплачивала девушкам и водителям. Определенная машина собирает девчонок, собирает где-то 8 вечера, вот, собрал, допустим, машину 5 человек, ну, есть определенное кафе, то есть они едут туда и ждут звонков. Предварительно покупается номер телефона, распространенцию визитки, по сауным, это в основном, по гостиницам, вот, и тупо сидят, ждут звонка просто. Поступил звонок от клиента, все сели в машину, вот, и поехали. Зарплата была у девчонок сначала 40 на 60, то есть 40 процентов им 60 нам, после этого сделали 50 на 50. А никто не заставлял, на такой работе не удержишь силы, это бесполезно. То есть только по обаидному согласию работают девчонки. Не хочешь работать, пожалуйста, вставай, уходи, никто тебя не держит. Сотрудники ГУВД по Волгоградской области установили, что в этих интимконторах трудились несовершеннолетние школьницы. За участниками преступного сообщества стали наблюдать. Скоро выяснилось, что по заказу клиентов девушек доставляли в городские гостиницы. Оперативникам удалось взять в поличном одного из сутенеров и проститутку. Во время допросов они рассказали, что трудились в фирмах «Нимфа» и «Лилия». Через несколько дней в городе Камышине была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны лидеры ОПС Наиль Хаиров и Владимир Давыдов. Внимание, группа! Захватывай! Руки за! Грузим! 31 января 2011 года Камышинский городской суд вынес приговор банде сутенеров. Наиля Хаирова судили на 4 года, Владимир Давыдов получил 6 лет, Яна Гурчева 5, а Александр Колчин отправился в колонию на 3,5 года. Надо отметить, что сотрудники Волгоградской милиции продолжают бороться с конторами сутенеров и их покровителями. Еженедельно в саунах оперативники устраивают облавы, но такие операции чаще всего носят лишь профилактический характер. Мы должны выделить основную часть проституток, которые идут работать охотно, сами идут работать. Для них нету понятий морали и нравственности в общепринятом человеческом варианте. Они идут зарабатывать деньги, по их мнению, хорошие деньги. Другая часть люди, которые действительно идут ну, от безысходности нельзя сказать, от бедности бегут. И третья часть меньшее, которых вовлекают сутенеры, уговаривают, похищают, обманывают, вывозят, обманывают. Секс-индустрия процветает и в столице России. Уже давно всем известны точки, где работают проститутки. Например, наша съемочная группа без труда нашла девушек легкого поведения на Кутузовском и Ленинградском проспектах. Мы решили провести эксперимент и проверить, насколько активно пользуются спросом такие услуги. Здравствуйте. Четыре часа. Час четыре, да. Чем вы сделаете сколько денег? Не, 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 вы что, это уже и так со скидкой. Не, мы телефон не оставляем, давайте сейчас на месте определимся. Нет, я просто тут на Кутузе на месте. В машине вымесивали. Ко мне домой приедете, да? Поедем, да. Кутин? Ночь, пятнашка. Только денег нет? Нет, ну, тогда до свидания, извините. Знаете, одни источники, я бы сказал, такие благостные, говорят, что в России сейчас около 30 тысяч проституток, другие эксперты, к мнению которых, честно говоря, присоединяюсь и я, говорят о том, что только в Москве сейчас работает, по некоторым данным, от 80 тысяч до 130 тысяч проституток. Давайте с ово занятия проституцией сделаем уголовным преступлением. Ну, такие идеи есть. Хочу сказать, что это не просто сложно, это почти невозможно. Таким мы увидели теневой секс-бизнес. Это был «Честный детектив». Выводы делать только вам. Новое расследование по вашим письмам. Для вас работают «Честный детектив» и «Вести дежурная часть». Мы приезжаем, когда другие бездействуют. Мы добываем факты, когда другие их скрывают. Мы помогаем. когда другие проходят мимо. Помогите. Вещь. Вы стали свидетелем или жертвой преступления? Столкнулись с коррупцией? Значит, вам нужна наша помощь. Свяжитесь с нами по электронной почте, напишите программу «Честный детектив» и «Вести» дежурная часть. Мы проведем собственное расследование и защитим вас. с «Честный детектив» в тот же